Ну и тему задержания мы продолжим обсуждать с адвокатом Иваном Хоршевым. Он и его коллеги помогали красноярцам, которых доставляли в отделение полиции с этих акций протеста. Иван, здравствуйте. Добрый вечер, Дарья. Вот по вашим данным, сколько на данный момент насчитали задержанных в Красноярске? Вы знаете, я точно могу сказать о примерно 20 людях, которые были задержаны, которые обратились к нам за помощью. Примерно 15 из них мы помогли непосредственно, приехав в отделы полиции. Примерно 5-6 человек разговаривали с нами по телефону, мы давали телефонные консультации. Но коллеги, которые были в отделах полиции, видели, что задержанных доставляли в автобусах, где в среднем находилось 15-19 человек. В отделе полиции номер 5 было 2 автобуса, в номер 2 был 1 автобус, в Кировском был 1, в Свердловском был 1. Так что можете посчитать примерное количество задержанных, только то, которое видели мы. Ну, судя по вашим данным, получается, достаточно. За что чаще всего задерживали? Это нападение на полицейских или что-то еще? Мы не знаем случаев нападения, то есть эти люди к нам не обращались практически. 99% обратившихся к нам были отпущены после дачи объяснений. Им вручены уведомления о необходимости прибыть в отдел полиции на следующей неделе, начиная со вторника. Скорее всего, по ним будут составляться протоколы административные за участие в несанкционированных митингах. И один человек у нас до сих пор в отделе полиции номер 1. Его сейчас привлекают за неповиновение сотруднику полиции, но неповиновение связано не с действиями на улице, а с тем, что он оказался проходить дактилоскопирование. Есть у вас информация, сколько среди задержанных несовершеннолетних? Есть такие? К нам несовершеннолетние не обращались, и наши адвокаты несовершеннолетних среди задержанных не видели. Ну, и последний вопрос. Как вы вообще можете оценить вчерашний митинг в Красноярске? Вы как адвокат и как житель города? Я удивлен большим количеством людей, вышедших на улицу. Красноярск всегда славился в этом плане своей пассивностью. Вчера очень много людей вышло на улицы. Я наблюдал за происходящим практически во всех открытых эфирах. Кто это? И ЧП Красноярск, и Проспект Мира, и кто в Фейсбук выкладывал прямой эфир. Поэтому очень много. Если оценивать уровень действий полиции, можно сказать, что по сравнению с той же Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Дальним Востоком, наша полиция действовала мягко. Но все равно ее действия у меня вызывают вопросы, для чего нужно было задерживать и применять силу, когда люди просто мирно шли и мирно выражали свой протест. Спасибо, Иван Иванович. На связи с нами был адвокат Иван Хорошев. Он и его коллеги помогали людям, задержанным на акциях протеста, бесплатно. Спасибо, Иван.